Добровольцы В школах Большие Туралы, Атирка, Ложниково и в городе Тара. Усталые после долгой дороги, но полные эмоции, волонтеры поделили своими впечатлениями. В самом городе Тарик, где мы находились, ситуация более-менее утихла с тех моментов, когда самый затоп был. Но, как правило, город же находится на горе, и если спуститься с горы немного, понише, то можно увидеть, многие дома еще не высохли, и земля еще полностью от влаги не ушла. Когда мы были на работе, копали землю, пытались воду привезти откуда-то, земля под ногами очень быстро провалилась, копать было очень невозможно, и когда наступаешь на землю, было видно, что вода поднимается. Заборы были разобраны, то есть где-то уплыли, где-то, например, автомобиль даже стоял, восьмерка, она была полностью в грязи, ее вытащили прямо вот с низины, и она была совсем не на ходу. Мы не ожидали последствий, какие оказались там, в какой беде оказались эти люди. Очень жалко их, надеемся, что все быстро у них сложится нормально, что быстро все восстановится. В ходе ликвидации последствий Паводка в Тарском районе волонтеры занимались восстановительными работами. Ремонтировали жилые дома, выносили мебель, сушили сено, вскапывали землю, чистили канавы. Ребята из Союза добровольцев России помогали наиболее нуждающимся в помощи. Мы оказывали помощь именно 12 семьям, получается. 12 домов были потоплены очень сильно. Что делали? Ребята разбирали постройки, устраивали новые постройки. Мы были еще у Степанины Петровны, это друженица тыла, ветеран труда. И у нее во время Паводков очень сильно дом повредился, как внутри, так и снаружи. И мы прям ободрали все обои, побелили все заново, не навели ей порядок. Со слезами на глазах нас провожало, потому что, говорит, очень долго никто не приезжал. Но вообще, как бы, что не было молодежи, а тут столько много молодежи, так еще и оказали такую помощь. Добровольцы рассказывают, хоть работа по возвращению к жизни поселений и была трудоемкой, вести приемство местных жителей, скрасила поездку. Жители очень гостеприимно к нам отнеслись, очень рады. За эти три дня они с нами сдружились, они с нами стали здороваться. Вообще, что самое интересное, они даже не знали, что вообще такое существует, что кто-то на добровольной снове может к ним приехать на помощь. Уезжая, нас с ребятами провожала целая делегация населенного пункта. Нам сложили сухпоек с собой, молоко, мясо, сметаны, яичек, чтобы мы с голоду не умерли в дороге. Поэтому, наверное, вот в этом суть мечей, то, что мы готовы прийти на помощь, но также люди, которым помогли, готовы отблагодарить. Сейчас добровольцы из числа студенческих и волонтерских отрядов полны энтузиазма и готовы в ближайшее время вновь отправиться на помощь жителям северных районов, пострадавших от весенних паводков.